Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий Креативный директор и сценарист Days Gone Джон Гарвин, Джон Гарвин, сказал, что люди должны покупать игры по полной цене, если они им нравятся, а не ждать скидок или раздач по подпискам вроде PlayStation Plus. Не жалуйтесь на отсутствие сиквела, если не поддержали первую часть на старте, добавил он. Ранее издание Bloomberg рассказало о том, что Sony Interactive Entertainment отказалась от продолжения Days Gone. Гарвин высказал свое мнение в интервью, которое у него взял геймдизайнер Дэвид Яффи, Дэвид Джаффев. Последний спросил сценариста Days Gone, слышал ли он что-нибудь о значительном всплеске вовлеченности в игру с тех пор, как она была добавлена в коллекцию PlayStation Plus для PlayStation 5. Затем Гарвин упомянул God of War, видимо, потому что ее продолжение состоится, в отличие от Days Gone, у God of War миллионные продажи на запуске, а у Days Gone — нет. Я просто говорю со стороны разработчика. Я не работаю в Sony, я не знаю, каковы цифры. Также он обвинил распространенное пиратство в провале Siphon Filter, Dark Mirror, которую Бенд Студия выпустила на PlayStation Portable. По словам Гарвина, Sony Interactive Entertainment не понимала, как эта проблема влияет на продажи. И мы показывали им торренты, на торрент-сайте было скачано 200 тысяч копий Dark Mirror, если я правильно помню. Цифры могут быть неправильными, но, тем не менее, я был зол на это тогда, я подумал, это деньги из моего кармана. Поэтому я думаю, что рост вовлеченности в игру не так важен, как вопрос о том, купили ли вы игру по полной цене. Потому что если да, то это прямая поддержка разработчиков, добавил он. Кроме того, Гарвин сказал, что Sony Interactive Entertainment крайне заинтересована в оценке на Metacritic, и предположил, что именно низкий рейтинг Days Gone стала причиной его увольнения и отмены Days Gone 2. Это просто реальность Sony, сказал он. Рейтинг на Metacritic — это все. Если вы креативный директор франшизы, и ваша игра приближается к 70-ти, вы не очень-то долго пробудете креативным директором франшизы. Позже в четырехчасовом интервью Яффи попытался прояснить причину ухода Гарвина из Бенд Студия, я, читая между строк, предполагаю, что вас уволили из Бенд, потому что вы были пробивной личностью, и это сработало с небольшой командой и командой среднего размера, но когда бюджеты и ставки стали выше, а количество людей, которые должны были работать в команде, стало больше, эта личность, по крайней мере, по мнению этой компании, больше не подходила. Вы согласны с этим, определенно, ответил Гарвин. Days Gone вышла на PlayStation 4 в апреле 2019 года. Уже через месяц, 18 мая, она поступит в продажу на ПК.